Итак, вы задумались об OLED-телевизоре, но беспокоитесь о выгорании, давайте поговорим об этом. Приветствую всех, я Калеб Деннисон, и сегодня хочу поговорить о риске выгорания OLED-телевизоров. За последние 10 лет или около того было много разговоров на эту тему, но за это время также произошло много изменений, особенно в последнее время. Возможно, вы слышали противоречивые истории от владельцев OLED-телевизоров. Одни говорят, что у них не было проблем, другие, что они сильно выгорели. Возможно, вы знаете о текущем тесте на выгорание, проводимом rtings.com. По этой теме много слухов, некоторые из них ценные, некоторые нет, и, как говорится, трудно отделить зерна от плевел. Поэтому я здесь, чтобы попытаться привнести некую точку зрения. У меня у самого большой опыт использования OLED-телевизоров. У меня есть друзья и родственники с опытом использования OLED-телевизоров. Я провел значительное количество времени, общаясь с инженерами как компания, которые производят OLED-телевизоры, так и тех, кто занимается разработкой технологий, которые используются в этих телевизорах. Исходя из всего этого, я разработал, как мне кажется, довольно надежное руководство по теме выгорания OLED-телевизоров, хотя оно и не совсем простое. Но я надеюсь, что вы найдете его полезным. И если вы найдете его полезным или хотя бы интересным, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подпишитесь, если хотите увидеть больше, и прикомментируйте, оставив отзыв, который, по вашему мнению, может быть полезен для меня и других людей, которые смотрят это видео. Последнее время мне очень нравятся ваши комментарии, так что огромное за это спасибо. Окей, давайте погрузимся в выгорание OLED. А как обычно, актуальные цены на OLED-телевизоры в описании к видео. Первое, о чем я должен упомянуть, а вы, вероятно, уже поняли это из названия видео, это первая часть из двухсерийного ролика, потому что я просто не смог вместить все в одно видео. А также есть два естественных сегмента для этого. Имеются W OLED, которые производят LG и делятся этой технологией Sony, и имеются новые QD OLED, которые привносят совершенно другой фактор в этот бизнес выгорания. Поэтому мы начнем с небольшой истории, выясним, как мы пришли к тому, где мы сейчас, и поговорим о риске выгорания современных W OLED. А в следующем видео мы перейдем к действительно важным вещам вокруг QD OLED. Хорошо, начнем. Время истории. Иногда я говорю, не стесняйтесь, пропускайте историю, если хотите. Но в этот раз я попрошу вас задержаться, потому что история о том, как мы сюда попали, влияет на психологию, лежащую в основе нашего отношения к экранам. И эта часть становится важнейшим компонентом к концу этого и следующего видео. Так что оставайтесь со мной, обещаю, это будет интересно. В этой связи забавный факт. Выгорание экрана телевизора существует почти 50 лет. Впервые это было отмечено на ранних монохромных компьютерных мониторах, вероятно потому, что это были первые устройства с ALT-дисплеем, перед которыми стояла задача показывать одно и то же изображение в течение очень длительного периода времени. Если вы как я, то вашим первым столкновением с выгоранием экрана могла стать вертикальная консоль Пакмена в Pizza Hut. Pizza Hut были совсем другими 80-х, у них даже были салат-бары. В любом случае, проблема заключалась в том, что люминофоры на обратной стороне стекла экрана были постоянно повреждены из-за необходимости отображать одно и то же в течение длительного периода времени, будь то граница окна программы или барьеры лабиринта в Пэкмане. Это стало настолько распространенным явлением, что для его предотвращения был создан скринсейвер. Все же выгорание нечасто встречалось на телевизорах в домах людей, потому что, во-первых, было редкостью, чтобы телевизор вообще показывал статичное изображение, не говоря уже о чрезвычайно длительных периодах времени. Было не так много контента, который мог бы вызвать выгорание, и я подозреваю, что в основном люди, вероятно, не оставляли свои телевизоры включенными так надолго. Я знаю, что моя семья и друзья точно не оставляли. Но потом… Потом появились плазменные телевизоры, и люди начали замечать выгорание на своих телевизорах дома. Интересно, что плазменные телевизоры по-прежнему используют люминофор для излучения красного, зеленого и синего света, но они используют другой метод для возбуждения этих люминофоров. Из-за особенности работы плазменных телевизоров, а также увеличения количества статичных экранных элементов и, возможно, роста среднего количества часов использования в день, выгорание стало таки беспокоить покупателей телевизоров. В конце концов, производители плазменных телевизоров уменьшили вероятность выгорания до такой степени, что это не стало проблемой для большинства. Такие уловки, как сдвиг пикселей и скринсейверы в основном решили проблему, но боясь того, что плазменные телевизоры могут пострадать от выгорания, так и не прошла. Я помню, как люди спрашивали меня, стоит ли им беспокоиться о выгорании, в тот же год, когда Samsung и Panasonic выпустили свои последние плазменные телевизоры. Поэтому, когда ЖК-телевизоры стали набирать популярность, можно понять, что одна из причин, по которой предпочитали именно их, в том, что они не подвержены риску выгорания. Да, технически вы можете износить ЖК-пиксель так, что он больше не будет реагировать так, как должен, но для этого требуется довольно много часов использования, и это не имеет ничего общего с преждевременным изнашиванием цветного пикселя, как это происходит при обычном выгорании. С уверенностью можно сказать, что выгорание, как мы его понимаем, не является проблемой для ЖК-телевизоров. Вот что интересно. Растущая популярность и повсеместное распространение технологий ЖК-телевизоров является важным фактором в изменении психологии нашего отношения к экранам, поскольку отсутствие риска выгорания изменило то, что мы ожидали от наших экранов. На ЖК-дисплее вы можете показывать все, что хотите, столько, сколько хотите, и не испытывать никаких последствий. Подумайте вот о чем. Если нет риска, что что-то плохое случится независимо от того, что вы делаете, тогда зачем беспокоиться о том, что вы делаете? Незачем. Вы помещаете на этот экран все, что хотите, и не паритесь, на самом деле вы просто ожидаете, что все будет хорошо. Такой вид так называемой свободы является чем-то уникальным для ЖК-телевизоров. Но многие люди купили так много ЖК-телевизоров и пользовались ими так долго, что привыкли к этой беззаботной реальности. А потом появился OLED. Это супер премиум технология отображения, которая выглядит потрясающе благодаря идеальному черному, потрясающей контрастности и глубоким насыщенным цветам, действительно превосходному качеству изображения и премиум цене, что было верно 11 лет назад и остается верным и сегодня. Если вы хотите OLED, вам придется за него дорого заплатить, хотя если честно, цены на OLED значительно снизились. Но эта новая, более премиальная технология отображения страдает от выгорания? Что? То есть, разве это не похоже на движение назад? Я понимаю, почему люди могут видеть это именно так, ведь выгорание это старая проблема телевизионной техники. У моего нового дорогого телевизора не должно быть старых телевизионных проблем, верно? А, но они есть. Были. Ну, иногда. В OLED-телевизорах используются органические соединения, а эти органические материалы имеют период полураспада, в течение которого они могут изнашиваться, и результатом их неравномерного износа является выгорание. К счастью, сегодня выгорание OLED встречается реже, чем когда OLED-ы только появились, по крайней мере, среди W OLED-ов. Как и Plasma, OLED-телевизоры выиграли от процессов, которые минимизируют риск выгорания, и в результате современные W OLED-телевизоры имеют очень низкий риск выгорания. Как и обещал, я собираюсь поговорить о выгорании QD OLED-ов в следующем видео, а пока давайте поговорим о том, кому в целом стоит беспокоиться о выгорании OLED-а, поскольку, хотя риск выгорания снизился, низкий риск это не отсутствие риска. Это может вызвать разочарование, даже фрустрацию, но нет четких рекомендаций, которым можно следовать, пытаясь понять, можете ли вы быть одним из тех, кто подвержен риску выгорания OLED. В основном потому, что нет достоверных данных о том, когда именно вы переходите порог от нерискованного использования к рискованному. Как я уже говорил, причиной выгорания являются статичные изображения, отображаемые в течение длительного периода времени. Я могу привести несколько примеров того, какие статичные изображения могут вызвать проблему, но определение того, что такое длительный период времени в данном контексте, это то место, где все становится немного нечетким. Тем не менее, я думаю, что мы можем получить некоторые полезные рекомендации. Наиболее распространенный статичный элемент изображения, с которыми вы скорее всего столкнетесь, это бегущие строки или баннеры, которые вы видите на спортивных, новостных и погодных каналах, а также пользовательский интерфейс или разные индикаторы во многих видеоиграх. Даже с учетом встроенных в телевизоры технологий, снижающих риск выгорания, баннеры CNN, Fox News, Weather Channel или ESPN со временем могут стать их причиной. То же самое относится к видеоиграм, где часть экрана никогда не меняется. Это может быть приборная панель автомобиля в гоночной игре или, например, индикаторы здоровья в RPG. Итак, это обычные вещи, которые могут вызвать выгорание. Но сколько времени потребуется для того, чтобы они реально вызвали это выгорание? Отчасти невозможно выработать универсальный ответ, так как существует очень много переменных. Одна переменная, настройка яркости вашего телевизора. Другая переменная, как долго вы играете в игру каждый день. Третья, сколько дней подряд вы играете в эту игру, и четвертая, сколько месяцев. Слушайте, лично я бы не советовал воспроизводить один и тот же контент со статичными изображениями более трех или четырех часов в день каждый день в течение нескольких недель или месяцев подряд. Такое использование в конечном итоге может привести к проблемам. Оставляйте CNN включенным в течение восьми часов в один день, но ограничьте использование до часа или двух в большинстве других дней, и все будет в порядке. То же самое касается видеоигр. Если вы будете усердно играть в одну игру со статичными элементами по восемь часов в день в течение недели, может быть, двух, то все будет хорошо. Но если вы собираетесь играть по четыре часа в день в течение целого месяца, то будет казаться, что вы уступаете на слегка опасную территорию. Начинаете чувствовать ту грань, которую не стоит переходить? Я бы сказал, что если такое использование не похоже на то, что вы делаете, то вам не о чем беспокоиться. Если вы думаете, что можете иногда использовать свой телевизор таким образом, а не постоянно, то, вероятно, все будет в порядке. Ну, если вы честны с собой и говорите, слушайте, я оставляю ESPN включенным по шесть часов в день каждый день, ну, потому что я такой, то OLED-телевизор не для вас. Вы хотите жестко гонять свой телевизор? Это нормально, не осуждаю. Но OLED-ы не любят, когда их жестко гоняют. Свобода, которую вы ищете, может быть свободой, к которой вы привыкли, и ожидаете ее на ЖК-телевизоре. А они тоже стали довольно удивительными. Но один большой вопрос всплывает все чаще. Применимо ли руководство, которое только что предложил для W-OLED-телевизоров, к новым QD-OLED-телевизорам? Ну, QD-OLED это другой тип OLED-телевизора, который, похоже, ведет себя по-другому. Это оживило беспокойство по поводу выгорания OLED-ов, в немалой степени благодаря текущему тестированию, проводимому RTINGS.com, по поводу которого у меня есть некоторые реальные опасения. Итак, во второй части мы поговорим о том, почему риск выгорания у QD-OLED-ов может отличаться от W-OLED-ов, а может и не отличаться, и о том, о чем нам могут сказать или не сказать результаты текущего тестирования RTINGS. В конце концов, я надеюсь, что независимо от того, какая технология OLED-телевизора вас интересует, вы сможете принять более уверенное решение о том, покупаете их или нет. Как всегда, спасибо за просмотр, увидимся во второй части, которая будет очень скоро. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь, чтобы не пропустить следующие. Я люблю ваши комментарии, так что продолжайте их писать, и вот два других видео, которые, думаю, вам понравятся.